Тут же приняли у нас очередные поправки к закону о государственном языке и поправки, регламентирующие употребление иностранных слов в определенных нормативных документах. Вообще, на самом деле, я просто посмотрел, а почему еще об этом хочу отдельно сказать, потому что наши журки тут же все это кинулись кликбейтно интерпретировать, знаешь, в таком духе, а, Госдума запрещает иностранные слова, трали-вали, все, конечно, тут же кликают, читают и страшно ругаются. На самом деле, я просто хочу немножко расшифровать эту историю. Закон о государственном языке у нас в 2005 году приняли, потом в 2014-м принимали поправку об иностранных словах, которые не имеют русских аналогов и против которых мы вообще ничего не имеем. И сейчас вот очередные поправки, там Комитет по культуре Госдумы принимал и прочее. Ну, это долго, на самом деле, очень долго обсуждалось. И там определена четкая сфера, сферы, где русский язык будет использоваться только нормативный русский язык, и иностранные слова, которым есть аналоги в русском языке, не должны вообще употребляться. Это, конечно, официальный язык, язык государственных документов, язык вот межведомственного общения и прочее, прочее. Вот. И что самое главное, очень хорошая поправка, это будет регулироваться в сфере потребителей вообще. Вся информация для потребителей, которая... Ну, к примеру, вот то, что меня лично бесит, вот этот весь современный нейминг, опять же, иностранное слово. Знаешь, когда у нас таунхаус там, у нас вот этот паркхаус, около дома у меня торговый центр, да, виллдж там, гарден, вот это все, трали-вали, вот это вся потребительская... Все эти потребительские наименования, английский язык в брендах, в этих вывесках на магазинах, меня это страшно бесит. У меня еще, помнишь, с Икс Гошей даже, по-моему, год назад где-то эфир был на эту тему, и Гошка... Да, я как раз хотел упомянуть. Да, Георгий очень мягко так об этом пытался высказаться, но меня это всегда бесило, и я вообще очень рад, что такие поправки принимаются, и еще плюс к этому будут выпускать нормативные словари к 25-му году. Сейчас вот собирают как раз группы рабочие, которые будут эти нормативные словари русского языка составлять, вот, и обновлять. И к 25-му году просто пакет этих словарей выйдет, который полностью все это формализует, и это будет очень круто. Вообще, в принципе, вот это я и называю суверенитет, в том числе и культурный суверенитет, языковой суверенитет. Я считаю, что это очень хорошая новость, я этому чрезвычайно рад. Я не знаю, мне опять это кажется... Я тогда говорил на вашем эфире, что язык – вещь очень саморазвивающаяся, самодостаточная, и, понятно, какие-то слова, которые не нужно переводить, они, наверное, и вымрут сами, у меня такое мнение было, но, мне кажется, такое количество иностранных слов и заимствований, что если их начать переводить, то это ни к чему хорошему не приведет, как ты и говоришь, даже если нет аналогов. Я боюсь, что будут искать аналоги такие. Кстати, слово «аналог», как ты понимаешь, иностранное. Вообще, когда я тебя слушал, я понял, что в твоей речи была большая часть слов заимствованных. Регламент, норматив, документы, кликбейт, расшифровать, аналог, сфера, информация, нейминг, бренд, суверенитет, очень нерусские слова. Нет, конечно, спекулировать этим, как ты сейчас делаешь, в принципе... Почему спекулировать? Я тебе говорю, что... Вот, блин, началось слово «спекулировать», во-первых, иностранное, придумай какое-нибудь другое. Понимаешь, я не спекулирую, я говорю, что язык сам себя меняет, мне так кажется. Это спекуляция, что язык сам себя меняет. И возникли сначала французские слова, как мы говорили, немецкие слова, английские. Понимаешь, если их менять, ну, хорошо, меняйте. Мне кажется, это и есть спекуляция как раз. Проговорю еще раз то, с чего я начал. Во-первых, это будет касаться, как ты помнишь, вот этого документа оборота и государственных вот этих всех вот вещей важных, и потребительского рынка. А понятно, что в бытовой речи, вот которой мы сейчас с тобой разговариваем, это вообще не будет иметь никакого отношения. И хоть ты вообще со мной говори по-английски, я тебе слова не скажу, тем больше я и не пойму половину. Вот, и это все нормально. Вот, я просто вот в частности еще одна добавка к тому, что такой суверенитет с моей точки зрения, это вот в том числе и вот такая вещь. На самом деле поправки очень хорошие и правильные, мне кажется. Язык, он сам, конечно, язык сам умеет с этим справляться. Но вот в той ситуации, языковой в том числе, в которой мы находимся последние 30, может быть, даже 40 лет, надо ему немножко помочь. Я тебе задам вопрос. 30-40 лет, я так понимаю, ты меня сам, когда разговариваешь о политике и экономике, ты не можешь обойтись без иностранных слов, правильно, да? Как это называется вещь? Фьючерсы, да, там как минимум. Ну, это слово никуда не уйдет. Будут ли ему искать аналог? Вот это вот вопрос. Скорее всего нет, потому что фьючерс – это вполне себе термин. Вряд ли ему будут искать аналоги. А нафига тогда что-то искать и мучиться, и на это тратить деньги, объясни мне, ладно. Да, это разговор о суверенитете, видишь. Давай, Дима, поговорим. В одном из чаток по поводу иностранных слов мы разговаривали, и как называть эскортниц? Их нельзя. Проститутка – тоже не наше слово. Куртизанка – тоже не наше слово. Останется только любовница. Ну, я тут спокойно скажу сопровождающая. Вот тут русское слово просто вообще нет никаких проблем. Слово эскорт – это сопровождение, господи боже мой. Абсолютно. Поэтому в официальных документах слово эскортница употреблять не надо и нельзя. Надо употреблять слово сопровождающее. Сопровождение, да.